здравствуйте дорогие друзья мои подписчики и гости канала скоро на моем канале появится целая серия видео как я бываю в гостях у моей приятельницы Тамары которая имеет большой приусадебный участок и этому участку не так много лет ну в смысле перебрались они сюда 10 лет назад построили дом развели сад в том числе декоративные растения и вот за 10 лет выросла вот такая красота даже не 10 а уже почти 12 лет очень много хвойных растений это мы вошли калитку сюда вот ворота и проходим декоративную часть сада здесь вот высажены хвойные деревья елки можжевельники разных сортов можжевельники вот это вот прямо тульки это елочки можжевельник разрастается очень быстро поэтому даже не верится что у них участок сад такой молодой это розарий здесь розочки чайно-гибридные а на той дорожке которую мы только что прошли там собраны сорта роз палеантовые флорибунда некоторые сорта мы покупали вместе весной она подсаживала Тамара это вот тоже чайно-гибридные красавицы прошлом году розы очень сильно болели и чего-то им не хватало а в этом году несмотря на сильную жару и засуху они имеют лучший вид вот елочка голубая прямо это вдоль изгороди растут елочки скорее всего это ель сербская напоминает сербскую ель и вот розочки о которых я говорила палеантовые здесь и флорибунда газончик который поливается здесь устроена система полива автоматическая такие брызгалки они сначала в одну сторону брызгают потом поворачиваются в другую сторону брызгают это собачка не помню название породы это моя дочка с мужем мы приехали вместе в гости и внучка еще где-то гуляет это вот беседка очень удобная красивая такая пробивается со всех сторон сделана из натуральных бревен дальше мы вот пошли смотреть сад и попросили разрешение у тамары мужа снять его плодовые деревья которые он вырастил сам сам вот у них такое вот разделение труда на участке тамара занимается декоративными деревьями растениями цветами и огородом овощами а муж ее назову его другим именем александром потому что они люди скромные и стесняются сниматься а а александр занимается плодовыми деревьями всякой мужской работой которую умеет делать и еще он развел хороший виноградник сейчас мы пойдем дальше вот этих плодов прошлом году я не видела на этих деревьях было очень мало в этом году очень хорошо цвели все деревья без исключения и это деревья на карликовых подвоях они небольшие но ветки ломятся от тяжести плодов а это старая при старая яблоня которая осталась от прежних хозяев которые которые здесь жили и это антоновка и на нижней ветке александр привил другие сорта яблочек и вот какая красавица получилась вверху антоновка а внизу здесь всевозможные разные сорта разноцветные красные розовые а это уже виноградничек вот такие кисти большие красивые даже не верится что такой виноград может вообще расти на севере харьковской области где здесь климат такой суровый зимы очень морозные это уже тоннами владения это огород грядки с клубникой и опять возвращаюсь к деревцам чтобы посмотреть вот совсем маленькие деревца дали понемножку плодов а на некоторые хотим от роду всего по три годика деревьям тоже ломятся ветки от тяжести плодов и вот дальше виноград это было видео снято примерно две недели назад и когда я сейчас вот недавно побывала у томы то увидела что виноград да и все фрукты которые на день на деревьях висят они сейчас имеют совершенно другой вид красивые такие поналивались виноград налились такие крупные грозья гораздо красивее чем вот сейчас вот мы видим видео и сорта вот яблоки груш всевозможные летние есть и осенние и зимние которые хранятся через зиму до следующего урожая вот какие красавицы я просто восхищаюсь такими людьми которые могут сами это все создавать такую красоту и пользу одновременно это вот молодая яблонька вот я как раз обратила на нее внимание висит вот 3 4 4 кажется яблочко такая она крошечная это яблонька это грядки с клубникой уже рассаженные был тоже хороший урожай хороший сорт клубники крупная такая я у себя тоже посадила мне помогала несколько саженцев уже тоже разрослась но у меня вообще-то руки не доходят вот так вот ухаживать как пойду на заслуженный отдых тогда буду уже ухаживать для себя за своим садом пока что у меня там есть и промышленные осадки растений чтобы зарабатывать деньги очень мне здесь все нравится просто не хочется уходить но подошло уже время прощаться и вот мы опять тем же путем идем калитки вот дорожка с одной стороны обрамляют ее розочки полиантовые полиантовые полиантовая роза имеет соцветия из множества мелких цветочков вот в этом ее отличие от чайно гибридных и цветет полиантовая роза в отличие от чайно гибридной которые имеют период покоя между цветением непрерывно все время весь сезон до самых морозов вот идем калитки а по левую сторону это вот разросшиеся ножевельники и особенно здесь вот приятно вечером когда работает автоматический полив и хвоя отдает свои фитонциды воздух приятно дышать и этот воздух уже очищенный получается от бактерий фитонцидами я тоже хочу у себя создать такой вот полезный райский уголок уже кое-что у меня подросло до значительных размеров как я сказала у меня там пол усадьбы пол огорода занимают промышленные плантации вот когда и начну сокращать тогда буду выращивать те растения которые мне хочется спасибо всем большое за просмотр этого видео надеюсь вам понравилось пишите свои комментарии и отзывы подписывайтесь на мой канал кто еще не подписался не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео с вами была талах украинская до следующей встречи в новом моем видео пока пока вот собачка нас тоже провожает подписывайтесь на мой канал и